Здравствуйте! Сегодня у нас 11 ноября 2016 года, город Армянск, центральная площадь возле Титана. Это у нас скиноконцертный зал. Замечательно отремонтировали. Центральная елка города, которую прошу Новый год. Наш любимый город Армянск, за который я вам хочу сегодня о кое-что рассказать. Мама, сейчас пойдем? Пошли. Ни одного обзора по нашему городу, где проживающие не было. Это мой второй обзор. Такой у нас чистый, уютный городок. Сейчас мы пойдем с детьми в парк. Покажу, какой у нас парк. Это скверик возле киноконцертного зала. Да, дочка у меня катается на роликах. В городе сейчас дороги в таком состоянии, что мы можем на роликах весь город объездить. При этом ноги у нас останутся целыми. И дальше мы продолжаем превратиться в порядок. Сегодня я покажу, где ремонтируются дороги, что делается, что сделано за годы. Так, скажем, с 2014 года. Наш дедушка Демин стоит. У нас немножко переместили, но остался. Его никто не трогает. Здесь обычно летом в какие-то аттракционы. Мы и в парке. Это вот наш парк. Вот, в парк, вот там вот у нас кольцо. На кольце стоит памятник. Танк, который участвовал в юриковой Отечественной войне. Деревья мы видим уже голенькие. Буквально дня три назад был ветер. Что, Даня? Хорошо. Ну и все, они туда, конечно, уже опало. Стопад, конечно, было смотреть. Очень интересно. Под дождем находим. Что же поменялось в нашем парке? В нашем парке поставили урны, лавочки, сделали дорожки. Сейчас мы идем под такой дорожкой по земле. А вот сейчас мы будем выходить на новую, сделанную в этом году дорожку. Вот такая вот дорожка. Из плиточки выложены. Вот вход в парк там. И пошли мы по дорожкам. Тут несколько дорожек по парку идет. Новеньких абсолютно. Облагородили. Чистенько убрано. Нигде никакого мусора нет. Гулять здесь, конечно, прелесть просто. Потому что место отдаленное от дороги. Много деревьев. Здесь хорошо детям как раз-таки на коньках, на велосипедах кататься. Делают люди после того, как дорожки. Там вот здание, сооружение, вернее сказать, это приятное кафе. У нас город-то Северный Крым. Не курортный, но отдыхать здесь тоже есть где. У нас есть рядом залив. Очень красиво. Хорошая, как-то как-нибудь сниму о нем видео. На заливе, значит, что примечательно. Там очень хороший оборудованный пляж. Воды, конечно, там по колено. Если, конечно, повезет, бывает по пояс. Но если совсем не повезет, то воду угоняет вообще за километра два, наверное, от берега. Когда ветер у нас дует с востока. Восточный ветер летом бывает редко. В основном водичка есть. А весной свои прелести. Если люди при отпуске, они имеют возможность отдыхать. Лена, Слава, сворачивайте по дорожке. Сюда. Вот сюда по дорожке. То есть в мае месяце уже в заливе можно свободно купаться. Вода прогревается очень быстро. А, как правило, май уже теплый. То есть 20 градусов тепла может быть запросто быть. И более. Я помню, раз мы приехали в первом майский праздник. Даже это была Пасха. И начало мая мы купались. Воды была в Маканаде. Она была теплая, теплая. А огня почти не видно. Вот не знаю, увидите вы его или нет на камере. Я вижу его. Мы видим просто движение от воздуха. Вот такой вот газ интересный тут. А вот это, собственно, стена. Кто здесь захоронен? Тут были солдаты. Да, это войны 41-45-х годов. У них освободители. Вот памятник. С этой стороны вот там вот с зелененькими полосками здания у нас здание музыкальной школы. Рядом тут у нас есть торговый магазин промышленных товаров. Ну, одежда экстрим-клуб спортивный. Пойдем дальше. Вот, вышли мы на следующую улицу. Улица Вознищего. Вот так вот сделана улица. Как можно не кататься на роликах. Самой хочется научиться. А рядом так же хорошо сделана дорожка. Ровненькая. Причем делается не просто дороги, но ставятся новые бордюры, потом закатывается в вальп. А другой нет? Вот такая красивая. Ну, идем по дороге и дальше. Город хоть и по регрепу возле границы с Украиной сейчас находится, но, как видите, мы не оккупированы. Никаких военных нет. Народ гуляет спокойно. А все военные несут в службу, где ему положено везти на границе. Открылось много новых магазинчиков. Нехило. Вот цыганхенды, кстати, закрываются. Как-то банкротятся. Даже комиссионкам сейчас чуть не очень живется. Народ больше все-таки идет покупать вот такие вот бюджетные магазины. Вон магазинчик. Одежда. Обувь. Там они довольно-таки дешевые вещи. Качество, соответственно, есть получше, чуть подороже, есть похуже, зато дешевое. Народ покупает себе новые вещи. Не секонд-хенд, как раньше, в основном. Вот. Хэнд-парк. Ну вот, это уже общая новость. Смотрите. Сделали дорожки и сделали ограждения. То есть, дети, где попало, не перебегали дорогу. Все-таки беспокоятся. Это так и безопасно. Дорогу делает, будет видать, тоже такая же хорошая, как и все дорожки. Чтобы быстро тут не бегали и быстро не ездили. Делали разграничения. Поставили вот такие ограждения. Есть переходная зона. Ну, посмотрим, доделаю, как она будет увидеться. Интересно прям. Прям очень интересно. А вот оно, наше чудо города. Собственно говоря, не вот это. Ну, вот это, собственно, тоже чудо города. Это у нас Дю США. Спортивная школа. Очень хорошая. А вот там вот дальше видно 3, 1, 2, 3, 4. 4 9-ти этажки новостройки. У нас в 90-м году последнюю стройку как заморозили, так ни одно его дома больше не было выстроено. И тут новые 4 9-ти этажки близнеца. По проекту, по одному, за год, за год они выстроились. Вид с другой стороны. Вот он, вид с другой стороны. Старенький спальный район. Он такой, он же старенький. Здесь дома были построены в 80-х годах. И теперь будем идти в сторону дома. Это собрать старый детский садик. Ну вот мы и дома. Это наш двор. И, собственно, умеросло. Там у нас большая детская старушка. Там моя первая в городе была построена. Котейка, горка. В моем детстве они как и были, так и есть. Ничего новенького, собственно. Хотя во многих дворах сейчас делают новую спортивную площадку. Ну, может, и до нас очередь дойдет. Хотя я, в принципе, в этом уже и не сомневаюсь. Раньше вот такие ограждения были. Вот там посреди двора. Дом-дорога разрушилась вот так. Сделали новое покрытие. Но ее не загораживали. Потому что машинам было здесь очень удобно ездить. Вот здесь был проезд разбит. Просто сплошные ямы. И, конечно, все машины вот тут вот проезжали. Детям было небезопасно. А сейчас, когда наладили этот проезд, вот этот вот проезд между магазином и домом, прикрыли дорожку. Детям теперь могут кататься на ровненькой дороге. На велосипедах и на коньках. На скейтах. Ну, когда мне чем нравится, в общем. Вот, смотрим на этот проезд. Вот обычный проезд между пожилым домом, магазином и другим домом. Посмотрите на это, что тут видно. А это от пешеходного перехода. О таком бы даже мечтать раньше не могли. Дорога идеально хорошая. Идеально ровная. Такого не было здесь. Не знаю, с времен моего рождения у нее была дорога. Были сплошные камни. Вспали вечный щебенок. Вот ее сделали. Ура! Вот так вот. Делана дорога. Дальше. Район коттеджей. Много-много-много коттеджей. На сегодня обзор свой заканчиваю. Всем спасибо!